Приветствую, друзья, с вами Сейн Сэн. Сегодня мы будем нести демократию в самые отдаленные блоки вселенной, а именно играть в Helldivers. Это игра от создателей Мэджики, и увидела свет она на консолях уже очень давно, наверное даже год прошел, а вот на ПК релизнулась буквально недавно. Я ее себе приобрел, и сейчас вместе мы с ней познакомимся. Итак, про что же эта игра? А игра про 4 бравых космодесантников, ну точнее про глобальное число десантников. То есть каждый из игроков это космодесантник, который принимает участие в глобальном освобождении галактики от всякой инопланетной заразы киборгов, жуков, рахнидов фактически, из фильма «Звездный десант» и инопланетной расы предшельцев. Итак, давайте-ка присоединимся к кому-нибудь по сети. Вот у нас есть уже лобби. Так, здесь дикая сложность. Вот что-нибудь в районе легкое для знакомства в самый раз будет. Противники жуки, присоединяемся. Поехали. Как видите, сейчас на заднем фоне есть карта «Галактик». Желтые зоны, захваченные нами, союзниками, по сути. Так, ну что ж. Принимаем наше снаряжение. А синие, красные, зеленые зоны — это зоны, захваченные врагом, и из-за них мы должны бороться и отбивать их. Как мы их отбивать будем? Будем участвовать в миссиях. Вот, выполнять задания на локальных картах, получать очки награды и тем самым протреблять полоску захвата определенной зоны. Вот, сейчас уже мы телепортируемся непосредственно в бой. Вот так вот. Мы вываливаемся из капсулы и поливаем все живое. Так, чтобы вызывать все способности, умения, оружие и так далее, нам необходимо прожимать кнопку Ctrl и стрелочками, как видите, набивать себе определенную комбинацию умений. Все, как в маджике, только вместо элементов, просто обычные стрелочки. Влево-вправо-вверх, и у вас появляется возможность вызвать то или иное подкрепленное оружие. Так, сейчас, что нам нужно сделать? Нам нужно взорвать гнезда жуков. Тем временем отбиваются от противника. Мы можем вызвать, давайте сейчас вызовем какого-нибудь здорового, классного робота. Так, оп, вызываем сверху время прилета. Оп, все, мы можем сесть в него и поехали творить добро. Подвергать всех правосудию и наносить им справедливость. Так, нас потихоньку тут топчут. Графика в игре крайне приятная. Ну, в принципе, очень похожа на мэджику. Ай-яй-яй, бомба-бомба-бомба! Так, кто-то, какой-то психопат, давай кидай, запустил атомную бомбу, пока мы там все были. И нас благополучно разорвало в клочья. Отлично. Ну, благо он успел справиться и успел вызвать подкрепление. Тем самым спас... Ну, как бы, все бессмертные до тех пор, пока... Хотя бы один игрок жив. В любой момент можно ай-яй. Если тебя уронили, можешь лежать и... Ну, воскрешайте же меня, воскрешайте. Чего вы тупите? Можно, если уронили, прожимаешь кнопку пробел. Точнее, е, и воскрешаешь союзника тут же. Не проблема. Так. Отлично. Противники самые разнообразные. От обычных арахнидов до улучшенных мощных арахнидов. Ее можно отрывать в клешни, бошки и так далее. Мелкие разведчики, которые вызывают подкрепление. Бронированные гигантские супер-мегашуки. Так, что нам нужно запустить площадку и защищать ее? Давайте попробуем. Очень, вот видите, допустим, человек попал в ловушку. То есть, он попал под действующий вулкан. Наши психи тоже туда же попали. Отлично. Мы сейчас используем какой-то бластер. Я забыл, как он называется. Здесь у них такое пафосное название. У всего психопата вы проклятые. Что же вы делаете-то? Подмогаем нашему союзничку. И... Так, вот там валяется, видите, друзья? Мы сейчас набираем образец. Это, по сути, наш аналог опыта. Мы можем получать 10 образцов. Получить, точнее, найти на уровнях. И получить 1 поинт скилла. То есть, мы можем прокачать, допустим, наш бластер станет стоять сильнее. Вот. Также можно получить его за уровень. То есть, получаем уровень. Уровень получает за выполнение зданий. И получаем точно так же очко опыта. Так, нам нужно туда. Ну, давайте туда. Стоп, 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 стоп. Давайте вниз. Ну, давайте, вперед. Вперед, вперед. Нам сюда. Как раз сюда. Так, еще один образец. Вот, отлично. Два. Образцы засчитываются только в случае успешного подбора. Психопаты. Так, вызывая подкрепление. Проходите. Ну, что же в этом? Вот, к сожалению, союзнички, если будут тупить, то здесь... Господи, какой тупняк. Вот он сейчас решил вызовывать подкрепление в тот момент, когда нафиг-то делать не нужно было. Так, так, так. Видите, когда противник мигает красным, точнее, любой жук мигает красным светом. Да ну вас нафиг. Я вот не хочу вас не спасать, ничего. Это просто бесполезнее. Так, так, так. Активируем. Активируем. Защищать все осталось. Теперь защитить эту точку в течение какого-то определенного времени. Для этого мы давайте взявим какую-нибудь турель. Вот сюда. Мощную. Пушка-турель. Через 4 секунды она будет. Каждый стартагема. Так, кстати, здесь называются способности стартагемы. Называется определенное количество времени. Вот сейчас наша пушка разложится. И мы сможем занять за ней... Собственно, отчего это ты не умираешь-то? Все, разговаривали к лишнему противнику. Так, надо вскресить нашего союзничка. Давай, вскрешайся. Садимся за пушку. Так. И главное ее сейчас... Ей не взорвать наших союзников. Нашу базу. Так, так, так. Сверху противника. Сверху противника. Очень медленная пушка. Так, ну зато как выбивает. Видите, друзья? Целую кучу за раз. Вот так вот. Так, 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 так. Нет, здесь тоже есть противник. Огонь. Огонь. Есть. Продолжаем стрелять. Ощущение того, что присутствует в фильме «Звездный десант» прямо самое натуральное. С кучей этих... Так, так, так. Ну что, 19 секунд осталось нам продержаться. И мы выполнили миссию успешно. Так. Отлично. Что ж, давайте-ка вызовем под союзником подкрепления. У нас один человек погиб. Есть. Три секунды до его спауна. У меня, кстати, всего четвертый уровень. Здесь где-то вначале за миссию получаешь по уровню. То есть я всего немножечко поиграл перед тем, как решил познакомиться с вас с этой игрой. Раньше я играл на ПС-ке, но не думал, что буду покупать на компьютере. Однако вот друзья и мы собрались и купили. Возможно, позже, кстати, с ними и будем играть. Если вам там игра понравится, то она действительно заслуживает внимания. Но во всяком случае на экране творится полнейший ад, безобразие и так далее. Все, что нам нужно, теперь эвакуироваться. Все. Воскрешаем. Воскрешаем союзника. Ой-ой-ой. Помогаем, помогаем, помогаем союзнику. Хорошо. Уронили мы его, кажется, и тут же так. Но наше оружие не имеет ограничения по патронам, однако перегревается. Если посмотрите на мой ник, видите, там такая батарейка, она перегревается. И если мы ее все-таки перегреем, нужно будет потратить заряд обоим, по сути, чтобы перезарядить его, иначе она не остынет. Так, нам нужно наверх. Все, теперь мы бежим на эвакуацию. И в течение минуты 30 будем там отбиваться психопат. Здесь можно упасть, куда хочешь, туда и можно упасть. Вот я первым вызову подкрепление, значит, наш союзник не уже выкинул вызов подкрепление в пустую. Ну, оно бесконечное, просто выходит на останавливание. Так, вызываем последнего робота, оставшегося у меня. У этого робота, друзья, есть супер-мега пушка и огнемет. Огнемет жуков жжет просто, видите, жжет напалмом. Минута 10 до прибытия. Так, еще одного робота. Ну что ж, все обычно копят их на самые-самые-самые жесткие моменты. Мы сейчас играем на сложности легко. Здесь ничего тяжелого нет и не предвидится. А вот, начиная с уровня 6-7 сложности, всего 12 их, напомню, там просто ад. Там такие появляются монстры, которых без супер-базук, там танков и роботов убить невозможно. И будут преследовать себя пока. Ну, возможно, конечно, но очень тяжело. У нас сейчас донатский робот, допустим, у меня донатский робот, вот тут, который прямо из Вархаммера, в котором сидит Профиси 67. Это стандартный. И Энгрейв тоже донатский. Это делюкс-версия доступная. На консоли делюкс-версия стоила достаточно дорого, поэтому там я дополнение не все покупал, а здесь они стоили там всего на 5 баксов дороже, чем оригинал, поэтому решил купить сразу все вместе. Вот. Так, ну что ж, зажигаем все живое. Пулемет тоже, кстати, бьет по своим союзникам, то есть Friendly Fire здесь полнейший. 10 секунд до прибытия. Так, зажигаем. Если оружие у, допустим, того же робота кончится, под патронами, например, видите, у меня очень быстро заканчивается после заряды, и все, оно заканчивается и я. То есть дальше робот посвящается в какую-то бесполезную совершенно махину. И так, все, эвакуируемся. И мы принесли кусочек демократии на эту планету. Давай, ты психопат, ну давай, давай, динь. Отлично. Все. Если мы все вместе, все четыре человека, то получаем дополнительную дедочку в конце миссии. Открываем достижение. Получаем звездочку за выполнение всех заданий. Эвакуация звездочка. И вот за смертью мы не получим звездочку, потому что мы умирали. Умирать, ух ты, как мы умирали. 3, 3, 1. 3, это много. Так, у нас есть четвертый уровень. И научные очки. Вот эти самые очки мы можем... А, собственно, это не у нас, это у Ингрейла. У нас сейчас посмотрим, что нам дадут. Немножко. Пятый уровень мы не получим. У нас одно очко у Плата есть. Итак, давайте-ка посмотрим еще одну миссику и будем прощаться. Так, вот под названием планеты у планеты Клак-5. Там есть такие галочки. Это количество выполненных заданий. Когда выполним оба задания, получим дополнительный опыт, награду за все это глобальное задание. И тогда... Где наш союзник? Куда он делся? Он ливнул. Замечательно. Настрой будет. Хорошо. Точку высадки выбирает хост. Мы вначале можем выбирать эта карта и показывать, куда он динсонтироваться. Можно динсонтироваться сразу на какое-то конкретное задание. Можно... Ого, тут человек. Хорошо. У нас все, в принципе, устраивает. У нас два робота. Здесь мы можем собирать снаряжение на миссию. То есть выбирать пистолеты, навыки активные, пассивные. И наше главное, собственно, оружие. У меня есть все тот же пулемет. Наш тяжелый револьвер. Доступный благодаря дополнению. И два различных робота. Роботы нам пригодятся определенно. Сложность все та же легкая. То есть пока мы не закончим задание глобально. Две миссии не выполним. Сложность нельзя будет изменить. Только если забрасывать все задание вообще. Так, поехали. Со старта выбрасываем в себе обязательно патроны. Это первым делом делается. Вот. И можно даже, пожалуй, выбросить. Так, что нам нужно сделать? Металлоискатель выбросим, потому что оно пригодится. Металлоискатель здесь нужен для одного из квестов. Это как? Так, так, так. Ух ты. Заливаем, заливаем противников. Играть на ПК гораздо проще, потому что... Ой. Можно, кстати, попасть под свою капсулу и благополучно откинуться. Потому что здесь есть четкий прицел. Вот вы видите, куда можно стрелять. И можете заливать их... На консоли такого нету. Нужно было даже... Там было специальное... Здесь он тоже есть, но бесполезно. Здесь лазерный прицел. Можно двигать прикладом. Так, давайте подберем наш детектор. Ай. Ух ты. Почти, почти размолотил. Фух. Нормально. Спаслись. Так. Сейчас мы будем защищать... Защищать кого-то, кто будет с помощью металлодетектора искать мины. И потом их обезвреживать. Ну, собственно, видимо, это буду я. Вот. Я уже начал это делать. Мы сейчас ищем по пипиканию. Пипик-пипик. Наш металлодетектор пипикает. Вот. Вот. Одну бомбу. Кто-то ее должен обезвредить. Обзорвать и обезвредить как угодно. Мы должны просто их... Так. Ищем, ищем, ищем. Аккуратненько. Очень... Здесь нельзя ошибиться. Если вы нашли ее и вдруг... Ай. Зорвали. То есть не обезвредили. То вы уничтожите себя и еще союзников заодно. Так вот. Вверх. Влево. Вниз. Вправо. Вверх. Вниз. Вправо. Вверх. Здесь все обезврежено. Так, так, так. Прикрываем союзник. Вот. Видите? Он только что благополучен. А уничтожен подорвался. Вызываем подкрепление. Сразу же это делается очень просто, если привыкаешь. Так. Сейчас мы должны найти черный ящик. Это сутачок. Подбираем его. И человек, который его подбирает, меняет основное оружие на пистолет. И с помощью... Так, так, так. Мы попадаем под лаву. Бежали, побежали. Ну, чего там? Ступили. И несет этот ящик вот сюда, кстати. Вот в эту вот базу. Давайте, давайте. Не тупите. Я подберу ящик. У меня как раз есть очень крутой револьвер. Он очень-очень мощный. На более сложных, высоких уровнях сложностей задание разнообразнее. То есть там, допустим, не знаем, где есть револьвер конкретно. Мы просто... Так, вот ящик. Подбираем его и понесли. Так, он хочет на союзник выбрать свою какую-то химическую пушку. Я, честно, не знаю, что это такое. Вот видите, как мой револьвер размолочивает в клочья обычных жуков. Просто блеск. Так, ну, правда, там всего шесть зарядов. Очевидно, ведь шести зарядник мощный побежали. У него какая-то химопушка. Это аналог тяжелого оружия. То есть можно выбрать там базуку, тяжелый пулемет, миномет. Чего только здесь нельзя выбрать на самом-то деле. Правда, за кусочек из этого придется доплатить отдельно, но... Так, ну что ж, нам вверх. Давайте, понесли, понесли. Игра очень командная. Если вы играете с друзьями, если у вас есть с кем поиграть, с этой прикупить игру и обратить в нее на самый полин. Ой-ой-ой. Вот видите, сейчас будет ради своих этих потоков. Патронов стоять за десяти секунд, а мы будем отстреливаться. Это все очень... Скучно и... Ну, не отстреливаться скучно, а ждать скучно. Все, дождался там баран. Его сейчас не спасут, но надеюсь, он не пойдет обратно со своими патронами. Это круто, это мило. Сейчас он только что вызвал подкрепление, и сам же на это подкрепление нарвался. Замечательно. Так, почти донесли, друзья. Перезаряжаемся. Так. Доносим, 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 я сказал, сюда объект. Все, сдаем объект. Отлично. И теперь нам нужно только эвакуироваться. О, найдем. Здесь еще лишний образец. Замечательно. Так, а выкроется нам нужно обратно вниз. Там, где мы, собственно, и были фактически. Только так. Что ж, мы можем доставать наш бластер обратно. Так. Ну что ж. Разворачивается они достаточно верно, написано. То есть, нельзя прямо так вот в любой момент навести. Куда-то... Ох, союзничек, блин. Как салап этот Монг вообще бесполезен. Десятого уровня, а играет как кусок. Не буду говорить, чего. Вперед, вперед. Заливаем. Есть. Классно. Замечательная пушка. То есть, мне она нравится больше, чем Мэджика. Там количество комбинаций безумное. Но веселухи от всего и происходящего гораздо меньше. Черт, чуть-черт. Можно упасть и потушиться. Если вы подожглись, то нужно падать. Вот это сейчас баран не упадет. И, видите, он не упал. И его нужно поднимать. Хорошо. Вот, вызываем шаттл. Так, вверх. Вприлево, лево, вправо. Черт, вверх. Угу. Сюда, фига. Все. Так, вызываем. Робота. Можно вызвать пушечку. Защитную. Пускай кто-нибудь посидит за ней, если захочет. Сидим. Сидим за роботом. Это тяжелый робот с огнеметом. Так. Давай, может быть, керосин у нас сядет за пушку? Давай, керосин, садись. Ну, давай. Давай, давай. Ты же сообрази, что здесь у него можно сесть. Нет, нет. Ну, ладно. Молодец. Упал. Видите, только что нашего союзника срезал пулемет. Наш же, по сути. То есть, ему по барабану. Кто прав, кто виноват. Он просто будет уничтожить вообще все живое. Так. Не забываем про то, что у нас есть еще пушка. Видите, какие супер-мега-гигантские нереальные снаряды выпадают оттуда. То есть, вот этот вот робот выбивает практически кого угодно с одного выстрела. У него очень мало этих снарядов. Там 20 выстрелов каких-то и все. Но зато это того стоит. Ну, на этой сложности, друзья, действительно все просто. То есть, я ее выбрал. Надо бы показать вам. Вот мы можем сесть за пушку и начать с ее помощью точно таким же снарядами заливать все вокруг. Это очень круто. Так. Все. Мы практически прошли. Получаем награду. И потом будем делать видео с более высокими сложностями. Если, конечно же, вам понравится данная игра. Я надеюсь, вы разделите мой восторг этой игрой. У нее высокие оценки на метакритике. Между прочим, 8 баллов или 8,7 даже. То есть, она действительно достоин от внимания. Может приедется, если вдруг играет на низких сложностях. Опять этот монг... Да, ты не... Шаттл улетает. Осталось 10 секунд. Он не кассовый десантник. Я понимаю, что он пафосно хочет сойти в самолет, вертолет, точнее, десантироваться спиной, поставив ногу на поручень. И... Так. Все. И пафосно улетит в закат. Ну, эта игра не про это. Конечно же, у нас много смертей. У этого самого Энгрейва и керосина. А нет, видимо, все-таки мы получаем награду, так как единственное уровень он получает. И открывает себе этот Морг, точнее, а не Монг. Господи, Морг его звали. У меня уровень Уоррент Офицер. Еще одно наградное очко. Получаем гранату, которая нам бесполезна, чтобы мы гранаты вообще просто обалдеться. Настанет монстров, но толку от нее чужбоевую пользоваться. Так. Точность 35% друзья. Больше всех это неплохо. И опять Морг тупит. Вот в этом этапе нужно прожимать кнопочку и... Ой, как я обожаю таких раков. Я не выхожу только, чтобы получить награду. Посмотрите ее вместе с вами. Вот видите, сейчас мы прошли планету. Засчитаем очки победные за планету. За качество звездочек, которые мы получили. Вот 5 звездочек мы получили за 2 миссии. И это влияние уходит в общее число. То есть все игроки, которые играют глобально в этой локации, будут одно влияние закатывать в один ящик. И суммарно все мы получаем безоткатную винтовку RL-112. Когда мы накопим определенное количество поинтов, то мы захватим этот сектор и пройдем дальше. Итак, завершим всю кампанию. Что ж, друзья, мы возвращаемся на наш корабль. Потому что играть с этим дальше желаний никакого нет. И я вам напоследок покажу возможности развития персонажа. То есть у нас есть достаточно большой спектр всяких украшений, внешнего вида и так далее. Мне отлично нравится этот рейнджер. Вот таким вот он выглядит. Можем менять, конечно же, пол, статистика. И вот список вооружений, чтобы вы могли оценить масштаб. Половина из этого вооружений, конечно, доступна благодаря тому, что я купил дедукт-версию. И там есть все эти вооружения. Вот там уже снайперка, пулеметы и прочее. Все это, конечно же, платно. И стратагемия. Это с перечень возможностей, которые тоже также добавлены половинкой из дополнений. Однако все, что под замком, большинство точнее, мы можем получить, просто проходя кампанию. Поэтому, как видите, здесь есть где развернуться. Есть с чем играть. Каждый для себя определен удовольствие. И вот куча навыков. Ну, не такая же большая куча, но, тем не менее, достаточно значительная. То есть уменьшает скорость перезрядки, восстановление умений и так далее. И вот настолько большой сектор, который мы захватываем. То есть мы выходим на глобальную карту. Здесь у нас есть захват базы. Вот видите, сколько планет. Мы можем все их попытаться побоевать на них. Сейчас у нас происходит ивент. Они нападают на нашу главную базу. Мы можем там поучаствовать. Получаем в два раза больше опыта. Если мы не отбиваем ее, то мы теряем глобальный сектор. Как только все сектора будут захвачены оранжевым, подводится общий итог. И все, кампания завершается. Мы начинаем с самого начала. Вот отсюда супер земли. Подвигаться дальше, захватывая сектора. И так по кругу, по кругу, по кругу. То есть игра никогда не заканчивается. Всегда что-то происходит. На этом, друзья, мы закончим обзор и первый взгляд на эту игру. Если она вам понравилась, пишите свои комментарии под этим видео, чтобы я продолжал снимать. Ставьте лайки и подписывайтесь, конечно же, на канал, чтобы поддержать и меня, и его, сам канал. И оставайтесь со мной впереди. Много всего интересного. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok